Добрый день, Дмитрий. Одной четвертой Кубка России. Но что касается именно футбола, игры, я примерно предполагал, зная, в общем-то, как мы готовимся к игре, какую тактику изберет наш тренерский штаб, я примерно предполагал, что игра будет протекать именно в таком русле. Мы будем стараться большими силами обороняться для того, чтобы не пропустить гол. И по возможности вылетать в атаку, для того, чтобы иметь какие-то шансы, чтобы стараться забить гол ЦСКА. В принципе, так игра и протекала в таком русле. Но что-то не удалось сделать, что-то не удалось сделать. Но объективно, конечно, надо сказать, что на сегодняшний день футбольный клуб ЦСКА это и чемпионы, и футболисты там собраны по российским, да и не по российским, по европейским меркам, я думаю, достаточно квалифицированные, качественные. И нашей команде было тяжело, конечно, тягаться во владение мячом с игроками футбольного клуба ЦСКА. Ну, тем не менее, были шансы у нас для того, чтобы забить гол. Очень хороший момент, считаю, был у Адиса Яховича, когда он выскочил. И, на мой взгляд, ему надо было бить с правой ноги, да, он стал перекладывать на левую ногу, и момент был утерян для взятия. И второй момент, это, я считаю, тоже очень хороший для взятия, был со штрафного, когда был штрафной прям посередине, вблизи ворот, там где-то метров 17 до ворот было. Ну, проиграли, это опыт для наших футболистов, и на сегодняшний момент мы забываем эту игру и сосредотачиваемся на основной нашей задаче. У нас 14-го числа стартует окончательная часть, 13 туров весенних. Будем думать только об этом. Что касается того, что было вокруг футбола, на ваш взгляд, то, что игра проходила на стадионе Родина, не самом большом стадионе страны, при гораздо меньшем количестве болельщиков, чем хотели бы, наверное, посетить матч, и на синтетике, это как-то сказалось на самой игре? Ну, вы знаете, дело даже не в синтетике. Учитывая наши климатические особенности, да, март месяц, начало, синтетика, может быть, это неплохой вариант. С одной стороны, ну, все относительно. Здесь я хотел бы о другом сказать, о том, что, вы знаете, как вот давно уже и много, особенно в последнее время, в преддверии 2018 года, мы много говорим о популяризации футбола, о том, что футбол надо стараться продавать, чтобы он был интересен болельщикам. Вот. И футбольный клуб ЦСКА – это клуб с большими традициями, чемпион страны. И я с уважением отношусь и к команде, клубу и к менеджменту клуба. Они играют в Лиге чемпионов. Но, на мой взгляд, та стадия розыгрыша, одна четвертая кубка страны. И если мы говорим о развитии популяризации футбола, как-то не вяжется у меня с тем, что мы играем на таких стадионах, с таким клубом. Все-таки, на мой взгляд, стадион Родина, он не соответствует ни футбольному клубу ЦСКА, ни популяризации футбола, ни одной четвертой кубка России. Вот в этом, на мой взгляд, есть проблема. – Наших болельщиков было слышно, и было слышно достаточно хорошо. На стадионе было присутствие самарских ребят, которые приехали вместе с командой? – Я слышал. Вы знаете, спасибо большое нашим самарским болельщикам, тем, которые приехали поддержать в Кубковой игре нашу команду. По нашим данным, да, это порядка, там, около 150 человек. Приехала, рабочий день, рабочий день, и большое спасибо. Они поддерживали, я слышал. Не знаю, как по телевизору, но там на стадионе было слышно их. – Уникальная ситуация с точки зрения статистики. ЦСКА предсказуемо намного больше владел мячом, но, на удивление, также намного больше нарушал правила. Вот эта тактика мелкого фола, которую избрали футболисты, тренеры ЦСКА, перед этим матчем была, ожидаема. – Ну, я думаю, здесь можно говорить о какой-то хитрости футбольных, да, таких узкоспециализированных вещах, потому что не секрет, что ЦСКА большими силами атаковал, мы большими силами оборонялись. Во время, в общем-то, атаки, да, при потере мяча футболистами футбольного клуба ЦСКА, для того, чтобы не получить быструю атаку в свои ворота, да, вот здесь вот игроки совершали, так скажем, фолы, ну, так называемую тактику мелкого фола, да, для того, чтобы успеть большими силами вернуться в оборону, да, и не получить гол в свои ворота. Ну, я думаю, специалистам это известно, тактики, и они с успехом пользовались. – Уже успел почитать немножко отзывы болельщиков по игре, и многие отмечают, что едва ли не самый важный итог матча – это отсутствие травм в нашем составе, хотя морозная погода, синтетика, большое количество полос со стороны соперника, и тенденция показывала, что в каждой кубковой игре мы теряли кого-то из важных футболистов. – Ну, Дмитрий, вы понимаете, это футбол, выходя на поле, нельзя думать о том, как бы не получить травм. Соответственно, очень хорошо, что никто не получил серьезный травм, понятно, есть какие-то ушибы там, что случается после каждой игры, но на сегодняшний момент все футболисты, которые были готовы к кубкой в игре, они все живы-здоровы, и у нас сейчас до 7-го числа главный тренер распустил всех футболистов чуть-чуть отдохнуть, потому что все-таки мы довольно длительное время провели в Турции, после Турции приехали сразу в Москву, готовились к кубковой игре, и, так скажем, вот этот промежуток времени довольно длительный, он наложил такой психологический отпечаток, в общем-то, длительные сборы всегда накладывает. Но, тем не менее, сейчас футболисты отдохнут до 7-го числа, соберут 7-го числа спокойно, с новыми эмоциями, уже начнут готовиться к 14-му числу, к игре в Сибирь. Еще одна тема, которую нельзя не обсудить, закрылось зимнее трансферное окно. Давайте подведем итоги нашей селекционной кампании, она была не очень масштабной, но, тем не менее, достаточно интересной. Ну, не секрет ни для кого, что сейчас и в России, мы знаем прекрасно, что творится и в стране, и в экономике, и в связи с этим мы практически не тратили денег на селекционную трансферную кампанию в зимний период. У нас три приобретения, мы взяли в аренду Тараса Бурлака, защитника, учитывая определенный лимит, как мы знаем, в ФНЛ, нам нужен был русский защитник, для того, чтобы мы могли, и главный тренер этого хотел, варьировать легионеров в центральной части, в опорной зоне. Мы взяли молодого, на перспективу футболисту в аренду футбольного клуба «Анжи», Сердера Сердерова, молодой парень, который обладает очень хорошими качествами, которые мы надеемся позволят ему в будущем играть. Он в аренде у нас до конца текущего сезона, как мы знаем. Мы за ним смотрим, посмотрим, как он проявит себя, и летом, в зависимости от того, где мы окажемся, где окажется футбольный клуб «Анжи», и мы будем вести диалог о дальнейшей его судьбе. И приобретение мы, так скажем, выкупили трансфер Игоря Горбатенко из футбольного клуба «Шинник» «Ярославль». Футболист находится сейчас в «Рассвете сил», имеет хорошую школу, он воспитанник и я, академия Коноплева, и был в футбольном клубе «Спартак». И те качества, которые есть у него, футбольные качества, я имею, на наш взгляд, на взгляд главного тренера, позволят еще добавить нашей команде агрессии в атакующих действиях. Вот, в принципе, вот эти три приобретения. Мы еще просматривали молодых футболистов на перспективу. Да, мы приглашали их на сбор в Турцию, для того, чтобы они на уровне команд ФНЛ поучаствовали в Кубке ФНЛ за нашу команду. Четыре человека. Это Шляков из КАМ, из команды КАМАЗ, набережные Челны. Мы пригласили Михаила Земского, это бомбардир из торпеды Владимир, молодой парень, 20-летний, Семена Синявского из Черноморца. То, что мы отслеживали, тоже бомбардир зоны юг второй лиги, молодой парень, 21 год. И пригласили крайнего защитника с московского «Динамо», с молодежного состава игрока сборной молодежной, Морозова Григория. По итогам этих сборов у всех есть футболистов определенное качество. Мы остановились на Михаиле Земскову, на наш взгляд, на взгляд главного тренера, тренерского штаба. У этого футболиста есть определенные качества, которые при положительном развитии событий для него могут позволить ему играть на другом уровне. Но, к сожалению, нам не удалось договориться с клубом футбольным «Торпеда Владимир» по сумме компенсации за него. И Михаилу остался доигрывать окончание футбольного сезона этого в «Владимирском Торпедо». Летом будем смотреть и думать, что мы за ним следим, и посмотрим, как дальше будут развиваться события. Вот, в общем-то, все. Что касается итогов селекционной кампании, я думаю, итоги мы будем, наверное, говорить более объемно и объективно по ним уже по окончании текущего сезона. Как те футболисты влились в состав, как они провели эти 13 туров, и надеюсь на то, что у нас есть уверенность в том, что они нам обязательно помогут. Были ли еще какие-то игроки, которых «Кроли Сайтов» хотели видеть в своем составе, но по тем или иным причинам не получилось их привлечь? Конечно, мы хотели приобрести еще нападающего, забивного нападающего с российским паспортом, но есть несколько «но». Мы вели диалог с несколькими нападающими, но, к сожалению, в силу определенных объективных причин нам не удалось достичь соглашения о переходе в наш клуб. Какие причины здесь? Во-первых, если говорить о российском рынке, о трансферном, российский нападающий, забивной, это такая, знаете, фигура очень редкая. То есть их по пальцам можно по большому счету, если говорить своими словами, пересчитать. Это первая причина. Вторая причина, что все эти нападающие, которые, по нашему разумению, российские могли бы нам помочь здесь и сейчас, с теми качествами, которые нужны нашему тренерскому штабу, они все просто выбирают премьер-лигу. Понимаете? И никто не жаждет желанием переходить в клуб ФНЛ, даже в клуб ФНЛ, который ставит задачи выхода в премьер-лигу. Прекрасно понимаю футболиста, потому что сам в свое время был футболистом, конечно, в возрасте даже в молодом возрасте, среднем, состоявшимся. Если есть возможность у тебя играть, и ты востребован в клубе премьер-лиги, конечно, мало кто будет думать о переходе в клуб ФНЛ. Вот по этим причинам нам не удалось договориться с форвардом, но, на мой взгляд, та обойма футболистов, которая у нас сейчас есть, она позволяет тренерскому штабу достаточно вариативно подходить к каждой игре. И все футболисты, которые у нас сейчас есть, мы на них рассчитываем, они высокого класса, и надеюсь, что у нас должно быть все хорошо. Большое спасибо. Спасибо большое. Мы тоже надеемся, что у нас все будет хорошо. Спасибо.